Редакция календаря «От Пасхи до Пасхи» совместно с библейским порталом «Экзегет» представляет лекцию о Вселенских соборах. Ну, конечно, прежде всего надо понимать, что означает сам концепт «Вселенский собор». Что такое «Вселенная» или по-гречески «Айкумена». Действительно, эта Вселенная образовалась, по мнению древних, вместе с образованием Римской империи, потому что и Римская империя заключала в себе всю Вселенную. И когда святой апостол Рулка говорит, что проповедь Евангелия дошла до края земли, он говорит о том, что эта проповедь достигла Рима. И, соответственно, вся Вселенная оказалась просвещена этой проповедью. Действительно, Вселенские соборы стали созываться тогда, когда Вселенная, то есть Римская империя, стала православной, и Вселенская церковь отождествилась со Вселенской империей. Потому что, чтобы стать теперь подданным Римской империи со времен святых императоров Константина и Феодосия, надо стать христианином. Но и обратно. Всякий римлянин понимался как христианин, и всякий христианин как римлянин. Ведь когда патриарх Марк спрашивает у патриарха Вальсамона, известного канониста, а нужно ли живущим в Александрии соблюдать римское законодательство, светское, на что патриарх Вальсамон отвечает какой-то странный вопрос. Неужели ты забыл, что всякий христианин является римлянином, где бы он ни жил, в Александрии или где бы то ни было еще на этой земле? Естественно, он соблюдает римские законы. Таким образом, именно римские императоры, став православными, созывали Вселенские соборы и никто другой. И именно римские императоры организовывали Вселенские соборы, формировали повестку заседания, подводили итоги и выпускали эдикт, где решение Вселенских соборов объявлялось уже обязательным законом для всех православных подданных Римской империи. И понятие Вселенской церкви тоже определенным образом связано с Вселенскими соборами. Только Вселенскость здесь понимается под кафоличностью. В русском переводе, в славянском переводе еще, это слово «кафоличность» было переведено не очень удачно, как «соборность», но «кафоличность» как раз и означает «вселенскость» и имеет отношение не к соборам, а к вселенскости, если мы говорим о концепте Вселенских соборов. Что же имеет отношение непосредственно к соборам? Какое другое свойство Вселенской церкви? Святой соборной и апостольской, единой церкви. Как мы знаем это из символа веры? Конечно же, имеет отношение апостоличность. Потому что Вселенские соборы созывались и с преемником святых апостолов. Именно им, епископату, как преемником святых апостолов, апостолы поручили хранить православную веру, апостольскую веру. Ибо наследниками святых апостолов является Вселенский епископат. И, наконец, конечно же, церковь свята и едина. И во вселенских соборах действовало и то, и другое свойство церкви. Потому что святые соборы, конечно же, жили святым духом. И благодать святого духа собирала епископы на эти соборы. А также они пребывали в полном единстве. Ибо на вселенских соборах не было так называемых голосований. Не было большинства или меньшинства. А все решения принимались единогласным решением, единодушно. А те, кто был несогласен, те являлись, естественно, еретиками и отсекались от церкви, соборным разумом ее. Ну, теперь, я думаю, стоит сказать о эпохе Вселенских соборов. Мы знаем семь Вселенских соборов. И эти семь соборов были посвящены учению о Господе Иисусе Христе, нашим Спасителе. Потому что, конечно же, это учение является для нас самым важным, самым значимым для нашего собственного спасения. И, конечно же, для всей Вселенской Церкви. Впрочем, первые два собора были посвящены борьбе с ересью Ария. Вроде бы они вырабатывали не христологическое учение Церкви, а тринитарное учение о Святой Троице. Но мы же знаем, что Господь Иисус Христос является второй ипостасией при Святой Троице. Является Словом Божьим, которое воплотилось и восприняло на себя человеческую природу. Поэтому, конечно же, учение о Троице имеет непосредственное отношение и к учению Церкви о второй ипостасии при Святой Троице, о Господе Иисусе Христе. Известная ересь Ария, который учил, что Слово Божие является сотворенным, и есть только одна ипостась у Бога – это Бог Отец, а и Слово Божие, и Святой Дух являются тварью. Вот эта ересь, она сотрясала Церковь более ста лет и была побеждена на Первом и Втором Вследственном Соборе. На Первом Соборе было выработано учение о Святой Троице, был принят символ веры, первая его часть, где говорилось о том, что Слово Божие единосущно Отцу. Но затем ересь Ария после этого Собора, после Первого Вследственного Собора, продолжала все-таки распространяться, она модифицировалась, и появлялись новые разновидности этой ереси. В частности, еретики утверждали, что Слово Божие подобно во всем Отцу, но все-таки не единосущно Ему. Возникали и другие ереси, прямо не относящиеся к ереси Ария, например, ересь Аполлинария Ладикийского, который говорил о том, что Господь Иисус Христос был неполноценным человеком, Он имел только тело и душу. А вот дух, разумная часть души, была замещена Божественным Словом. И все эти ереси, а также ересь Духоборчества были осуждены и побеждены уже на Втором Вселенском Соборе. Первые два Собора прошли в IV веке. Но на этом еретики не успокоились, и появлялись новые ереси, которые, как мы знаем, появляются от того, что человек пытается рационально объяснить богооткровенное учение Церкви. И вот эти ереси уже концентрировались на личности самого Господа Иисуса Христа. И первая из них называется Несторианство, она связана с Констанопским патриархом Несторием, который учил, что Господь Иисус Христос является обыкновенным человеком, и Бог Слова, отдельная ипостась, обитает в нем, как в храме. Таким образом, Нестори даже проповедовал, что Пресвятая Богородица родила не Бога, а Человека Христа, поэтому ее нельзя называть Богородицей, а следует называть Христородицей или даже Человекородицей. Это учение также сразу возмутило Церковь, и, конечно же, святые отцы сразу же восстали против этого богохульства, и был созван Третий Вселенский Собор, где ересь Нестори была осуждена. Но никакого ороса этот собор не принял, он просто осудил эту ересь как несоответствующую церковному учению. И уже через 20 лет после этого собора появляется новая ересь, ересь так называемая монофизитская. И основатели этой ереси, уже Александрийский Патриарх Диаскор и Пресвитер Евтихий Костенопольский, учили о том, что в Господе Иисусе Христе, собственно, одна богочеловеческая природа и, соответственно, одна ипостась. Ну, что одна ипостась, конечно, это они учили правильно, а вот смешивая две природы, божественную и человеческую, конечно же, лишали Господа Иисуса Христа человеческой природы, а, соответственно, и нас, возможности быть с Ним единосущными. Единосущным и, соответственно, конечно же, возможность спастись. Потому что спасение – это соединение с Богом. И это учение было осуждено на Калкидонском соборе, самым представительным, пожалуй, из всех соборов, который, мало того, что осудил ересь монофизитства, он составил еще замечательный орос о соединении двух природ в Господе Иисусе Христе – божественной и человеческой. Этот орос был направлен против двух ересей сразу – и против нестарианства, и против монофизитства. И самое главное, он утверждал православное учение о том, что во Христе одна ипостась, но две природы – божественная и человеческая, которые соединяются в нем неслитно, нераздельно, неизменно и неразлучно. Но ересь монофизитства на этом не была полностью побеждена. Монофизиты распространялись, появились даже отдельные церкви монофизитские, в частности, армянская церковь, которая до сих пор остается монофизитской. И это еретическое учение достаточно широко было распространено. Поэтому святые отцы и благочестивые императоры продолжали борьбу с ересью монофизитства, и эта борьба шла как бы по двум фронтам. С одной стороны, эта ересь обличалась, с другой стороны, ликвидировались некие поводы для возникновения данной ереси. И вот одним из таких поводов было недостаточное осуждение нестарианских учителей. В частности, не был осужден на Четвертом Вселенском Соборе учитель Нестория Федор Мапсуэцкий. И вот этот пробел ликвидировал, уже упразднил Пятый Вселенский Собор, который был создан святым императором Естиняном Великим уже в середине VI века. И на этом соборе был осужден учитель Нестория Федор Мапсуэцкий, и были осуждены труды двух других авторов, Феодорита Кирского и Ива Эдесского, которые эти труды тоже обвинялись в нестарианстве. Но этот собор, конечно, ликвидировал вот эти поводы для монофизитов. Однако все-таки упорствующие монофизиты не сдавались и оставались в своем безумном исповедании еретическом. И вот для того, чтобы каким бы то ни было образом их воссоединить с церковью, путем, может быть, даже неких компромиссов в ущерб православной веры, некоторые иерархи Констанопольской церкви придумали такое учение, которое могло с их точки зрения примирить монофизитов и православных. Они выдумали учение о том, что в Господе Иисусе Христе две природы, «Но одно действие и одна воля». И это учение получило название «Монофилитство». И монофилиты, конечно, были таким искусственным совершенно образованием, но тем не менее у них также находилось достаточно много сторонников в среде епископата. И даже Папа Римский, один из пап, оказался в числе их сторонников. И эта ересь была тоже очень опасной, она широко распространилась. И, конечно же, понадобился новый Вселенский собор, уже шестой Вселенский собор, который был созван уже в следующем веке, даже в конце этого века, в 681 году. И на этом соборе он проходил очень долго, целый год. Очень подробно разбирались все святоотические свидетельства. Еретики могли свободно находиться на этом соборе и переводить свои аргументы. Их совершенно спокойно рассматривали и объективно анализировали. И в конечном итоге очень многие еретики в процессе обсуждения переходили на сторону православных. И вот этот собор, осудив монофилитство, принял орос о том, что во Христе существуют две воли и два действия, которые, однако, никоим образом не противоречат друг другу, не борются друг с другом, как в человеке. Потому что человек, конечно, греховный, а Бог безгрешен, и человеческая природа Господа Иисуса Христа абсолютно безгрешна, как до воскресения, так и после воскресения. То есть Господь Иисус Христос воплотился и воспринял безгрешную человеческую природу. Эти две воли согласно действовали и действуют в едином лице Господа Иисуса Христа. Ну и, наконец, последняя ересь, которая была осуждена уже на Седьмом Вселенском Соборе, это ересь иконоборчества. И в этой ереси как бы объединились все предыдущие ереси, потому что она была направлена против догмата о воплощении Господа Иисуса Христа. Ибо если Господь воплотился и стал истинным человеком, то его можно изображать на иконах, а еретики и иконоборцы отрицали такую возможность и устраивали целое гонение как на иконы, так и на иконопочитателей. И вот последний Собор, Седьмой Собор, подвел итог, можно сказать, всем предыдущим и сформулировал догмат об иконопочитании на основании всего предыдущего учения Церкви, подтвердив, разъяснив и должным образом определив церковное учение о Господе Иисусе Христе. И на этом, собственно, эпоха Вселенских Соборов закончилась. И вскоре, через 50 лет после Седьмого Вселенского Собора, православие окончательно восторжествовало, иконоборцы были побеждены, и это событие вошло в историю как праздник торжества православия, которое мы отмечаем каждый год на первой неделе Великого Поста. И вот эпоха Вселенских Соборов завершилась на этом, все основные ереси были побеждены, учение догматическое о Господе Иисусе Христе было сформулировано, и на этом, в общем-то, Вселенские Соборы закончились. Надо сказать, что наш очередной календарь от Пасхи до Пасхи посвящен именно этой теме. Посвящен он теме Вселенские Соборы. И в нашем календаре эта тема получает свое преломление в календарном таком вот виде, а именно привязывается к конкретной дате. Таким образом, мы постарались связать тех святых, чья память попадает на той или иной день, со Вселенскими Соборами. Понятно, что эта связь иногда очевидна, когда святой является участником Вселенского Собора, но иногда не очень очевидна. И мы нашли много интересных цитат святых отцов о Вселенских Соборах. Мы нашли достаточно много материала о поместных соборах, которые в определенной степени тоже относятся к теме Вселенских Соборов. Мы здесь попытались сделать такие интересные краткие очерки о тех или иных событиях, совершающихся на Вселенских Соборах. И надо сказать, что Вселенские Соборы проходили иногда очень бурно и так вот неоднозначно. И, в общем-то, нельзя сказать, чтобы на Вселенских Соборах всё было в процессе их проведения, всё было гладко, вот так и безмятежно. Наоборот, там были такие бури, можно сказать. Потому что греческие отцы, они вообще достаточно эмоциональны. На Востоке вообще свойственна такая эмоциональность. И, мне кажется, каринадарь получился очень интересным. Ну, вот одно, может быть, событие приведу. На Шестом Вселенском Соборе, как я уже говорил, он проходил очень долго, и там спокойно обсуждались все вопросы и давали возможность высказаться всем. И вот на этот Собор приходит некий пресвитер и говорит, я докажу, что моё учение, а он был монофилитом, докажу, что моё учение православно. Каким же образом, спрашивает его отцы Собора, я воскрешу человека при всех. И, как это ни странно может показаться, но отцы Собора позволили ему это сделать. И действительно, в центре города были помещены носилки, на которых был положен мертвец. И вот этот пресвитер вышел и несколько часов пытался этого мертвеца воскресить. Но в конечном итоге, конечно же, признался, что он не сможет этого сделать. Почему же отцы Собора дали ему возможность совершить это богохульство, как они потом сказали? Ну, конечно же, как они это объяснили, для того, чтобы народ, который его почитал отчасти, как такого псевдостарца или младостарца, как сейчас говорят, он убедился в его полной несостоятельности. Вот какие были интересные времена тогда. Ну, хорошо, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравится наш новый календарь. Спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok